Сегодня Александр Ус отмечает день рождения, 69 лет. Политический аналитик Александр Чернявский прокомментировал алюминиевым огурцам его место в общественно-политической жизни Красноярского края. Цитирую. В этом году исполнилось 30 лет с начала работы Александра Уса в российской власти. В 1993 году он стал начальником правового управления администрации края, а в декабре того же года был впервые избран в Совет Федерации от Венкии. За эти десятилетия Александр Викторович стал красноярским политиком номер один. Губернаторы приходили и уходили, а он продолжал оставаться символом красноярского политического класса. Со всеми его плюсами и минусами. Александр Ус – представитель поколения, пришедшего во власть после крушения Советской империи. Смутные эпохи накладывают неизгладимый отпечаток на тех, кого история выдвигает на передний план. В 90-е годы в политике выживали только люди с бойцовским характером и высоким интеллектом. Во многом благодаря, благодаря этим качествам Ус стал в конце 90-х годов лидером регионал-патриотического движения «Наши». Они же дали ему силы пережить болезненную неудачу на губернаторских выборах в 2002 году. Находясь почти 20 лет во главе регионального парламента, Александр Ус вместе с Алексеем Клешко, Всеволодом Севастьяновым, Вячеславом Новиковым, Олегом Паченко и другими соратниками с нуля создавал законодательный базис Красноярского края. Бесспорная заслуга Уса в том, что он показал, какое место должно занимать ЗАГС-собрание в региональной системе власти. Во времена его спикерства чиновники приходили на сессии ЗАЭС как на экзамен к строгому профессору. Нынешние старожилы депутатского цеха с ностальгией вспоминают о тех временах. Губернаторство стало для Александра Уса самым сложным испытанием его политической судьбе. Практически на протяжении всей пятилетки он находился под жесточайшим информационным прессингом противников самого разного калибра. Были, конечно, и ошибки. Как же без них? При этом в условиях глобальных катаклизмов, пандемии и СВО крайне просто выжил, а динамично развивался. Михаилу Катюкову предшественник оставил солидный социально-экономический фундамент. Иногда история любит закольцовываться. В этом году Александр Ус, как и на заре политической карьеры, вновь стал сенатором. Ключевой темой в его нынешней деятельности становятся вопросы стратегии развития Сибири, которыми он занимается с начала нулевых годов. Особое место в его деятельности занимает и развитие любимого детища – СФУ. Несмотря на все потуги противников списать Уса в тираж, Александр Викторович по-прежнему остается заметной фигурой на политической сцене Красноярья. Такими словами, независимый политолог Александр Чернянский поздравил экс-губернатора, сенатора от Красноярского края Александра Викторовича Уса. Нельзя ронять своего достоинства и торговать будущим своих детей. Поэтому власть в крае нельзя доверять тем, у кого здесь нет ни родины, ни прописки. Власть должна принадлежать вам, тем, кто здесь жил и будет жить всегда. Александр Ус. Лидер избирательного блока «Наши». Что ж, из песни слов не вытянешь. И на этом можно присоединиться к поздравлению независимого политолога Александра Чернянского и закончить это видео. Или все-таки пару слов добавить. Смысл своей работы во власти я видел прежде всего в стремлении обустроить наш край. Сделать так, чтобы его мощь, его сила служили прежде всего людям, которые здесь живут. Надо обладать незаурядными способностями. Да что там, большим талантом и политическим весом. Чтобы за 30 лет, ни дня не работая бизнесменом, в 2018 году признаваться самым богатым губернатором России. Надо быть очень способным, предприимчивым и удачливым депутатом и спикером, чтобы не только к 70, даже к 60 и к 50 годам непонятно как обрасти огромным имущественным комплексом. От недвижимости в Красноярском крае, угольных разрезов, дерево перерабатывающего комплекса, заимок, поместья в Тайге и дворцов в Подмосковье, а также в внушительном имущественном комплексе, гостиницах и фирмах в Европе. Разумеется, оформленных на подставных лиц, а также на родственников, супругу и сына, звезду уголовного преследования США, невыездного беглеца, которого очень хочет видеть американское правосудие. За незаконный экспорт нефти, за отмывание денег, мошенничество с криптовалютами, за подставные фирмы в Германии, за десятки эпизодов преступной мошенческой деятельности. Яблоко от яблони недалеко падает. И пока сын находится под мнимым, фиктивным и фейковым уголовным преследованием в Москве и благополучно живет в трехкомнатной квартире, Александр Викторович вот-вот может оказаться на скамье подсудимых по уголовному делу о течении миллиарда рублей, выделенных на Красноярское метро. В суде на Александра Викторовича уже дали показания, что он знал обо всей схеме и лично участвовал в переговорах с Олегом Митворем. А уж как Александра Викторовича любит население, какой у него рейтинг или антирейтинг, за его ханское отношение, за пропасть между им, как спикером и губернатором, и простыми людьми, щелядью, холопами, крепостными, которых он откровенно презирает, Александру Викторовичу гораздо комфортнее находиться в окружении своих высокопоставленных друзей Дерипаски, Шойгу, Сечина, Вексельберга и еще трех десятков людей из списка Форбс. Но только вот не с этой чернью, которая одевает пороги и постоянно чем-то недовольна. Конечно же, жители Красноярского края в этот торжественный день, 3 ноября присоединяются к поздравлению с днем рождения Александра Викторовича Уса. Я журналист Дмитрий Полушин. Если интересно, подпишитесь на наш телеграм-канал. Ссылка в первом закрепленном комментарии. Под видео также и способы поддержки нашего ютуб-канала. Ну и напоследок стих. Власть воюет с собственным народом. Все при ней. И хитрость, и расчет. То отпустит цены мимоходом. То дубинки к митингу пошлет. Может без вины в СИЗО упрятать. Каждого, то на нее сердит. Например, за то, что оказался рядом с теми, кто ей правду говорит. Власть воюет с собственным народом. И за счет народа, разжрев, бой ведет уже широким фронтом, вызывая справедливый гнев. Видел я, как дачи разрушали под инфаркты и под женский крик. Видимо, кому-то помешали ветераны из села Речник. А закон у нас теперь как дышло. Для чинуш все средства хороши. Поднапрягся чуть, глядишь и вышло. И уходит истина в бомжи. Власть при всех чинах и капиталах верит, что всегда права она. Но войну позорно проиграла, хоть и продолжается война. Андрей Дементьев, 2010 год. Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным пьем? Вот видишь, сижу, о народе думаю, о том, как край поднять с колен, как повысить привлекательность Красноярского края для инвесторов. И смотрю вот на тебя. Вот как ты одет, а? Голь да дрань. Какая-то курточка стрёмненькая, грязненькая, какой-то шарфик. Да я хоть тебе воротничок поправлю, а? Так плохо же совсем живется, Александр Викторович. Денег совсем нет, жрать нечего. Вот ты же мне не веришь, да? Не веришь. А я почему тебе верить должен? Что, у тебя денег нет? Вас послушаешь, так вы всё, дай, 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 всё клячете по прошайке. Всё ходите по кабинетам, обиваете пороги. А как посмотришь криминальную хронику, откуда у вас миллионы берутся, когда вас мошенники-то обманывают, а? Ну-ка, давай посмотрим, есть ли у тебя денежки-то, а? Смотри-ка. Так. Нет денег, говоришь? Нет денег. А это что? Ты думаешь, у меня что там, печатный станок, да, в кабинете? Ты думаешь, мне легко деньги зарабатываются? Вот скажи, ты что сделал, чтобы у тебя в жизни деньги были, а? Вот я всю жизнь локтями к успеху пробирался, шёл по головам, имущество обрастал, хапал. У меня торговые и бизнес-центры, у меня угольные разрезы, у меня отели, у меня дворцы, поместья, всего барахла, навалом. А как это может быть, если я ни дня в жизни бизнесом не занимался? Всю жизнь чиновником до депутата был. Ты подумал об этом? Как такое возможно, а? Как? Я тебе знаю, что скажу, а в России все так делают, все так богатеют. Ведь везде в России, везде наверху, и там, в Москве, и здесь все хапают, все воруют. Заботы на себя переписали, фабрики, предприятия выжали досуха, бросили всё. Деньги нахапали, присвоили, по чемоданам распихали, по счетам. А что тут делать? Зачем тут вкладывать? Куда здесь инвестировать? Ты посмотри, вокруг-то, все ветхое, гнилое, сжавое. Упадок везде. Во что тут вкладывать? Зачем тут делать бизнес? Ехать надо. И я знаю, куда ехать, когда понадобится. Но знаешь, мне вас, бедных, все равно, даже немного жалко. Немного. Вы же нормальной жизни не видели. Для вас вот это вот уродство, это убожество стало нормой. Вы же вкуса чёрной икры даже большинство из вас не знаете. Кто-то и мясо месяцами не видит. А знаешь, каково это, когда можешь на море в Сочи поехать, когда тебе вздумается. Когда просыпаешься, у тебя массаж. В полдень фарикмахер. Днём ты крутишь, мучаешь, с лесом сделки проводишь. А вечером, знаешь, в церковь встанешь в первых рядах и Богу молишься. Знаешь о чём? А чтобы завтра за тобой не пришли. Не арестовали. Чтобы всё нажитое непосильным трудом не забрали в пользу государства. А ещё молюсь за несельскую Сибирь, естественно. За родной край. Вот так и живём, родной. Александр Виктор, так вы мои деньги себе случайно в карман убрали. Отдайте, пожалуйста. Ну вот что ты такой жлоб, такой мелочный. Понимаешь, вопрос, верну я тебе деньги или не верну, он даже не стоит. Знаешь, а твои деньги пойдут на строительство храма. Есть такая обалденная идея построить собор на месте сквера. Так что иди с Богом. Субтитры добавил DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...